Какие проекты в рамках нескольких программ работы фонда? Есть программы, направленные на родительское просвещение. Есть программы, направленные на работу уже с… Родительское просвещение – это широкий круг родителей, которые заинтересованы, мотивированы в том, чтобы лучше понимать особенности детей, стараться не прибегать к неконструктивным насильственным способам воспитания. И это больше программы, в которой любой родитель, так или иначе, при желании может принять участие. У нас есть проект сообщества родителей и профессионалов за ненасильственное воспитание детей. И он открыт для любого родителя, потому что это возможность воспользоваться материалом, зайти на сайт, посмотреть какие-то советы, воспользоваться консультацией психолога, посмотреть вебинар или стрим в социальной сети, видео, лекцию, задать какие-то вопросы специалисту, обменяться опытом. Это такое сообщество, которое мы пытаемся выстроить, которое не только получает помощь специалистов, но и друг у друга какие-то подсказки, советы, лайфхаки, то, что сейчас называется. Есть проект, который направлен на… Даже несколько проектов, которые направлены на работу уже с семьями, оказавшимися в проблемной или в кризисной ситуации. Более индивидуальная работа. То, чем занимается система профилактики, в том числе в округе, в Югре. И сейчас мы реализуем проект при поддержке фонда президентских грантов и проект при поддержке благотворительного фонда Тимченко, семьи Тимченко. Они смежные, они направлены на примерно одну и ту же категорию детей. Один из проектов называется «Шаги навстречу». Это внедрение конкретных видов помощи, конкретных методик работы с семьей. Например, семья, в которой дети проявляют избыточную агрессивность. Дрочливые дети, дети, которые не могут наладить отношения со сверстниками в школе. Как выясняется, чаще всего корни любых детских проблем, в том числе и в семье. То есть это часто дети, которые подвергаются избыточному физическому воздействию, не обязательно насилию. Это неконструктивный способ дисциплинировать детей, прибегать к рукоприкладству склонным, кто-то из родителей и так далее. И это проблема совместная и родителя, и ребенка. Ребенок испытывает последствия этого, он сам становится агрессивным, он такие сценарии перенимает. Он стресс, который он получает, не может высказать, реализует в каких-то таких формах поведения в школе. Это сразу не видно учителю. Учителю кажется, что ребенок дрочливый стал. Или какие-то, может быть, у него отклонения. Но на самом деле работать надо и с семьей, и с ребенком. И вот мы обучаем специалистов и оказываем им поддержку в реализации такой специальной групповой психологической формы работы с родителями и с детьми. Это группа для детей, которые помогают им искать более позитивный выход из ситуации конфликтных. Понимание собственных эмоций, вообще ощущение, что это твои эмоции, что ты их как-то проявляешь. Это очень важно для того, чтобы приводить себя в порядок. И есть услуга, которая связана с поддержкой родителей. Это некоторое обращение к собственному опыту родительскому и понимание того, что есть благие цели и задачи воспитания, которые могут решаться негодными средствами. И задачи никто не отрицает, но если человек может осознать, что это не единственный способ решать эти задачи, то психолог может ему помочь расширить свой репертуар, расширить свое меню. А как еще можно воздействовать на ребенка? И кроме того, очень важный аспект – это тоже обращение внимания на собственные эмоции, когда гнев на неправедное поведение ребенка тебя переполняет. Как вообще проконтролировать это, чтобы это не превратилось в жестокие какие-то суровые формы? Это только примеры услуг, которые могут предоставляться семьям. Ту работу, которую мы сейчас начали и который посвящен, семинар, который мы в эти дни проводим, уже за счет инициативы договоренности с округом, с органами власти и с вложениями уже не со стороны фондов, гарантодающих и благотворительности, а со стороны ресурсов самого округа. Это межведомственная организация профилактической работы. Это проект по внедрению технологии своевременного раннего выявления неблагополучия и совместных действий разных ведомств по оказанию помощи. Это продуманная проработанная технология, которая будет улучшать практику взаимодействия. Есть еще одна программа, третья. Это программа уже реабилитации и восстановления детей, которые пострадали от жестокого обращения. Мы работаем в первую очередь по этой программе. Она называется «Добрые перемены» с детьми в детских домах и в организациях, которые оказались изъятыми из семьи, оказались в учреждении. Сейчас в округе уже очень мало учреждений. Большое количество детей-сирот, детей обеспечения родителей в приемной семье или под опекой. И мы работаем с детьми, со специалистами, которые помогают реабилитироваться. Детям уже устроенных в семью начали с этими детьми работать. Это программа по преодолению последствий психологической травмы, последствий психологической травмы у тех детей, которые когда-то перед помещением в детский дом испытали очень негативный опыт в своей семье или в том кругу, где они находились. И раньше детские дома этим не занимались совсем. Ну, понятно, это образовательная организация. Они учили, дети там жили, дети обеспечивали необходимые услуги. И очень много организаций занимается социализацией, обучением, досугом, наставничеством. Но вот именно психологическая помощь и проработка травматического опыта почти никто этого не делает. И мы вот такую по этому программу разворачиваем. Сейчас уже больше, чем 8 регионов не участвует. Среди них округ. Вот если про круг проектов говорить, с которыми мы работаем. По проекту готовится команда специалистов, в данном случае это психологи в основном, которые ведут терапевтическую работу, оказывают услугу детям, оказывают услугу родителям. Там есть несколько услуг. Одна из них это проработка способов неагрессивного воспитания и проработка последствий проявления избыточной агрессии в воспитании. Одна услуга связана с формированием родительских навыков, родительской уверенности и компетенцией насильственного воспитания. Здесь речь идет о том, чтобы сделать шаг к более раннему выявлению, к выявлению более ранних признаков того, что права ребенка нарушены. Как сейчас это происходит, почти везде начинает реагировать система тогда, когда всем неблагополучие бросается в глаза. Когда есть алкоголизация, когда есть явные признаки насилия, следы физического воздействия, которые кто-то увидел в воспитании в детском саду, увидел синяки, сообщил в полицию, там стали разбираться, что случилось, кто-то бил ребенка. Когда о ребенке не заботятся в принципе по каким-то причинам, подросток болтается один безнадзорный долгое время на улице, выпадает из школы, его не лечат совсем уже долго. И это то, что уже совершенно очевидно можно трактовать как социально опасное положение по закону. И в этом случае начинает строиться план профилактической работы. И комиссия по предложениям разных ведомств его утверждает. Чаще всего вот уже никуда не деться, уже надо работать, уже всем это очевидно, что нужно включаться. В чем проблема? Когда до этой стадии доходит, помочь уже сложно, потому что семья до этого дошла. Она преодолела какие-то этапы возникновения проблем, невозможности решить эти проблемы, отсутствие ресурсов собственного понимания, собственной мотивации, денег, умения, опыта жизни. Но как эти проблемы решить? И семья с проблемами начинает срастаться. Они уже становятся неотъемлемой частью ее жизни. И специалисты часто говорят, у них уже образ жизни такой, очень сложно что-то сделать. Есть семьи, у которых другой образ жизни, а у этих семей такой. Они пьют, они не думают о детях, они как-то иначе живут. И действительно это может быть уже так, но когда-то до этого, за полгода до этого, за год до этого, за несколько лет до этого семья шла к этому, как вот хроническая болезнь. Она развивалась, развивалась и стала хроникой. Поэтому единственный путь, не забирая ребенка из семьи, а пытаясь сохранять ребенка, все-таки сделать так, чтобы проблема-то решалась, ребенку было в семье безопасно, это начинать работать на более ранней стадии. И тут другие критерии. Тут не социально опасное положение, а тут некие симптомы, признаки отдельные, отдельные приметы того, что уже права ребенка ущемлены, но еще семья не дошла до такой патовой ситуации. И здесь критерии не могут быть однозначно все на случай жизни прописаны. Нужно научить специалиста просто обращать внимание на признаки нарушения прав ребенка, ранние признаки, на признаки, связанные с неблагополучием в семье. И это контраст, как правило. Мама нормально водила ребенка в детский сад, заботилась о нем, никто не замечал ничего, вдруг что-то стало происходить, она в подавленном состоянии, она выпившая, она опаздывает, что-то произошло. Мы не знаем, что произошло, но нужно обратить на это внимание. Ребенок начал приходить в школу в грязной одежде, видно, что было все хорошо, а что-то перестали за ним ухаживать, перестали стирать. Он, например, спит на первом уроке, он явно неподготовленный. И это уже не какой-то разовый случай, что-то один раз случилось, и все нормально, а это входит в систему. На такие случаи раньше, я больше чем уверен, школа бы, наверное, могла обратить внимание, если обратит, пытаться что-то посоветовать родителю, или пригласить его, или поговорить, но какой-то целенаправленной помощи в этом случае никто не обязан был оказывать. Если хотите, обратитесь за помощью к психологу, или кому-то, если не захотите, не обратитесь. Но мы понимаем, что если не предлагать помощь вот уже в таких случаях семье, то может дело в каком-то проценте ситуации зайти слишком далеко. Поэтому критерий – это обнаружение нескольких, не одного, а нескольких, связанных с состоянием ребенка, с поведением ребенка, с пониманием родителя, признаков, которые говорят о разрастающемся неблагополучии. И второй критерий, что это неблагополучие уже явным образом ущемляет ребенка и может принести ему существенный вред. Дальше эту информацию надо проверить, надо выяснить, есть ли действительно уровень риска достаточный. И следующий шаг, который тоже отличается от существующей практики, это назначить персонального какого-то семье помощника, куратора, который все-таки разберется в том, а что происходит, и не просто будет навязывать какую-то помощь, а будет разговаривать с родителями. То есть он спросит, а как вы чувствуете, а что происходит, пытается, используя профессиональные инструменты, понять причину, не просто сам факт отреагировать на него, а причину неблагополучия, и выстроить уже план более взвешенный и более обоснованный. Редактор субтитров А.Семкин